Бомбина – кошка или сфинкс с короткими лапами. Бомбина – это довольно новая порода кошек, которая появилась после скрещивания сфинкса и манчика. У этой очаровательной породы нет шерсти, а лапы короче, чем у многих других кошек. Это очень умные и активные животные, которые быстро привязываются к человеку. История этой породы История породы сфинкс Бомбина берет свое начало в штате Арканзас, США. Владельцы питамника со сфинксами в далеком 2005 году приобрели голого котенка, даже не подозревая, что малыш на коротких лапах станет основателем новой породы, которую назвали Бомбина в честь этого котенка. То, что животное отличается от всех остальных сфинксов, хозяева поняли, когда он начал расти. Им удалось узнать, что родителями малыша является канадский сфинкс и манчик. От одного родителя котенок взял короткую шерсть, а от другого – короткие лапы. Именно так и зародилась порода, которая полюбилась всем заводчикам. Бомбина – кошка, произошедшая от сфинкса к сведению. В 2006 году появился первый документально подтвержденный помет в котят Бомбина, которым Всемирная ассоциация кошек присвоила статус экспериментальной породы. Позже люди серьезно занялись селекцией этих милых кошек, руководствуясь советами генетиков. Стандарт и описание породы Бомбина Слово «Бомбина» с итальянского переводится как «младенец». Действительно, даже взрослые особи коротколапых сфинксов, как иногда называют Бомбина котов, напоминают котят благодаря своим размерам и выражению мордочки. Окрас кошек Бомбина-сфинксы с короткими лапами могут быть любого окраса. Глаза сочетаются с окрасом всего тела. Самыми редкими считаются белые, голубые и черные кошки. Пример кошки породы Бомбина Характер поведения кошек Бомбина – достоинства и недостатки. Кошки этой породы взяли самые лучшие качества от своих прародителей – сфинксов и манчиков. Они невероятно умные, их очень легко научить чему-то, они любопытны, при этом сильно привязываются к хозяевам и очень любят поиграть. У них очень крепкая психика, они не боятся гостей и новых обстановок. Можно спокойно отвезти их, например, к ветеринару, не боясь за их эмоциональное состояние. Обратите внимание, Бомбина порода как для тех, кто ищет хорошего друга для своего ребенка, так и для тех, кому нужен питомец, верно слушающийся своего хозяина. Из-за своих коротких лап Бомбина кажутся очень неуклюжими, но на самом деле это не так. Несмотря на то, что они не умеют прыгать, Бомбина очень любит бегать, а их ловкости и скорости позавидует любая кошка. Все время бодрствование часто играет. Это те кошки, которым нужны специальный домик, где можно полазить и много различных игрушек. Все время свободная от игры и от осна кошки проводят со своим хозяином, входя за ним по пятам по всему дому. Они определенно требуют к себе очень много внимания и не смогут подолгу оставаться дома одни. Бомбина Кот будет ходить за хозяином по пятам здоровья кошек Бомбина. Если за кошками этой породы неправильно ухаживать, то могут быть очень печальные последствия вплоть до серьезных инфекционных заболеваний. Ведь у них нет шерсти, которая бы грела их и защищала от холодного воздуха. Если не мыть кошку, то могут быть различные воспаления и нагноения, потому что кожа Бомбина склачет и имеет много сальных желез. Особенности строения кошек никак не влияют на их здоровье. Единственным исключением может быть болезнь дисплазии, которая досталась некоторым котятам от их предков-манщиков. Но эту болезнь легко диагностировать. Если котята слабые, а их задние лапы кажутся неестественно вывернутыми, то стоит обратиться к ветеринару, ведь такое животное больше. Всех подвержено различным переломам и вывихам, могут быть проблемы с позвоночником. К сведению, всего кошки этой породы в среднем живут 14 лет, если за ними правильно ухаживать, в своевременно вакцинировать и соблюдать рекомендации ветеринаров. Уход за Бомбина кошками Прежде чем заводить себе питомца этой породы, стоит внимательно прочитать про уход за ними и учесть, что он далеко не такой простой. За ними нужно очень тщательно присматривать из-за отсутствия у них шерсти. Квартира должна быть теплой, без сквозняков там не должно быть сыра, чтобы не рисковать здоровьем питомца. У кошки этой породы должно быть отдельно оборудованное место для сна, где ей будет тепло и уютно, ведь они очень ценят комфорт. Там должен лежать теплый плед или другая мягкая ткань. Важно, как и многие кошки, любят коробки, домики и высокие места, с которых открывается вид на всю квартиру. Можно подобрать одежду для своего питомца, но кошка может навредить себе в ней, поэтому не стоит оставлять ее одну, если на ней что-то надето. Кроме того, она не должна мешать животному передвигаться, ему должно быть в ней тепло и комфортно. Котенок бомбина всегда ищет, где бы согреться питание бомбина, у них очень чувствительное пищеварение, поэтому важно внимательно следить за питанием этих животных. Оно обязательно должно быть сбалансированным по калориям и количеству питательных веществ. Любой лишний вес будет излишней нагрузкой на позвоночник животного. Ни в коем случае нельзя кормить кошку тем, что едят хозяева сами. Это очень важное правило, которое многие часто игнорируют. Первые недели дома котенка нужно кормить, так как это делали заводчики в ближнем месте. После нужно постепенно изменить рацион бомбина по своему усмотрению, не забывая про рекомендации и правила. Когда котенок дорастет до возраста трех месяцев, его уже можно будет давать корма супер премиум или холистик классов, можно кормить натуралкой. Но обязательно после консультации с ветеринаром. Кастрация, стерилизация, в каком возрасте стоит делать, если в планах нет желания разводить котят, то стоит кастрировать мальчиков. Или стерилизовать девочек, чтобы избежать дальнейших проблем со здоровьем животного. Процедура по удалению половых желез у обоих полов проходит так же, как у других кошек. Восстановление бомбина проходит довольно просто. Нужно всего лишь положить животное в теплое место, завернуть его в лед или в другую теплею ткань. Не стоит лишний раз тревожить животного. Если оно испугается и попытается убежать, то могут разойтись швы. Две недели следует следить за состоянием питомца после операционной ранки. Швы не должны гнуиться и кровоточить. Больное место нужно обрабатывать специальными антисептиками, которые назначит ветеринар. Перекись водорода, хлоргексидин. С каждым днем животному должно становиться лучше. Если этого не происходит, следует немедленно обратиться к ветеринару. К сведению. После подобных процедур характер кошек не меняется. Если продолжать следить за питанием и здоровьем, эта операция никак плохо на них не скажется. Котов породы бомбина стоит кастрировать, когда котенку исполнится полгода. Кошек лучше стерилизовать после достижения возраста 8 месяцев. Советы и рекомендации по покупке бомбина. Так как эта порода довольно новая, отыскать ее в России непростая задача. Чаще всего их можно найти в питомниках, специализирующихся на разведении сфинксов. Если задумана покупка котенка бомбина, стоит обратиться в кошачий питомник, например, мурмулет и подобные. Нужно остерегаться мошенников и не никогда не оставлять продоплату. Обязательно стоит спросить заводчика, как они кормят котенка и как за ним ухаживают. Перед покупкой нужно внимательно осмотреть животное. Стоит учесть, что это далеко не самая дешевая порода. Средняя стоимость котенка составляет 80-90 тысяч. Руб, звездочка животное, которое можно разводить, обойдется намного дороже. Нужно приготовиться к сумме более 360 тысяч. Руб. В любом случае заведение такого кота – большая ответственность. Из-за особенностей строения не миновать кучи проблем с надлежащим уходом, нельзя сквозняки постоянно мерзнут, могут заболеть растудой. Поэтому стоит 300 раз подумать, прежде чем покупать такого котенка. Звездочка цены указана на сентябрь 2019 года.